Итак, выполнили домашнее задание Дима и Сергей. При этом, ребят, это домашнее задание, оно не зря здесь. То есть человек вроде только пришел в язык, а тут бац и классы, да? Ничего здесь не требуется, по сути дела повторить. Но здесь есть свой замысел, чтобы оголить две очень серьезные вещи на будущее, которые сейчас касаться не будем. Итак, Сергей, так как Дима уже простраивался недели две, и бросить хотел, но потом взял все руки и начал заниматься. Сереж, вы вот только начали. Посмотрите, сейчас поговорим. Вы можете дальше заниматься вот на будущее, да, год, два, три, и писать не будете. По одной простой причине входа нет. Вот сельф это вход в классы. Я не зря сделал это задание. И теперь смотрите. Я могу сказать, что сельф это соглашение между программистами и так далее, и так далее, да? А вы это не можете сказать. А от вас я хочу видеть совершенно иное на будущее, да? Это сейчас мы не будем делать. Поэтому вот за это сейчас, за сельф, за это объяснение, да, колл с минусом. Давайте посмотрим, почему. Откроем код. Кстати, Сергей, лучше всего присылать код, как делает Денис, то есть в формате Jupyter ноутбук, да, ipy.nb. Тогда взял его и открыл сразу. И сразу понятно. Сразу понятно, что делается. То есть открыл, и можно посмотреть, что здесь есть. Ну, да ладно. Вот я увидел в этом коде и у Дмитрия, и у Сергея огромное старание. То есть учли, что описываем, да, что делаем. Прекрасно. Дима пошел дальше. Он, когда не отрабатывал, сделал очень правильный вариант, он начал работать как-то с функцией, да, понять, чего там не работает. Пошел с другой стороны. Это прекраснейшая практика. Но здесь есть две вещи, почему я сделал это на будущее. Да, читаем. Читаем. Импортируем абстрактный класс. Абстрактный класс. Это особый класс, особенность которого является то, что он может быть унаследован, но бла-бла-бла и так далее. Читаем. Абстрактным классом называется класс, который содержит один и более абстрактных методов. Абстрактным называется объявленный, но не реализованный метод. Абстрактные классы не могут быть инстанцированы, от них могут населиться реализовывать и так далее, и так далее. Ребят, это стандартное определение Но просто я хочу, чтобы вы сейчас в почте создали папку и записали на будущее Здесь вот вы ничего не поймете Здесь надо увидеть между строк И на будущее разобраться всего лишь в одной вещи Какая разница между абстрактным классом и интерфейсом в Python Вот здесь Это не зря я сделал так, чтобы потом показать Просто-напросто вот это даст остальное понимание Это на будущее Теперь второй момент, который определяем Можно брать хоть 100, хоть 200 человек и все напишут неправильно И, а что напишут неправильно? Давайте читать Давайте читать Сейф Это просто условное имя для первого аргумента метода А также разделение переменных на разные пространства имен Но насчет пространства имен это уже круто Вот за это и сказал молодец Только Дим, молодец, да? Вот это хорошо сделано Но только Это я мог бы сказать Потому что я знаю, зачем это стоит Смотрим дальше Смотрим у Димы У Сергея Первый позиционный параметр Сельф Часто первый называется Первый аргумент первого метода Называет сельф Это не более чем соглашение И не имеет никакого значения для питона Написание сельф Общепринятым всеми программистами условия Которые не стоит нарушать Ребят, теперь смотрите Вот ошибка Ошибка Основная ошибка в чем? Основная ошибка в том, что На двери висит замок Вы говорите Мне сейчас И себе Это принято называть замок А я вас прошу сказать А зачем он там стоит? Давайте почитаем ответ все-таки, да? В первом и втором случае Вы свалили в одну кучу Слово сельф Как слово соглашение между программистами И как первый аргумент Который делает какие-то конкретные действия И именно те действия Которые делает сельф Это и нужно понимать По сути дела Вот этого здесь нету И не может быть Ребята Абсолютно это нормально Потому что в учебнике написано Допустим на официальном сайте Python Это надо собирать по крупицам Но тем не менее Собирают И так Давайте посмотрим Такую вещь Я вас Для чего это делаю видео? Чтобы привести к началу Все Классы мы пока оставляем Просто оставляем Что у классов Есть вход И не как в интернете Начинается С наследования Понимания классов А с сельф И надо по крайней мере Понять Что такое сельф Я сейчас не буду Вам объяснять У меня есть видео По сельфу И то Не полностью Я показал там метод Я дам ссылку Из этого Сейчас секунду Перепишите Вот дам ссылку На это видео Да Что такое сельф Отсюда надо взять Только сам метод Только сам метод Это будет в описании Теперь Давайте Натолкну Первую мысль Которую я вам пишу Сельф Это и есть Вход в класс Давайте попробуем Быстро набросать И сделать Какие то первичные Хотя бы Выводы Пусть у нас будет Функция Майн Некая Парам 1 Парам 2 И пусть будет Но сельф Нет Функцию Назовем Но сельф Парам 1 Парам 2 И вернуть Теперь напишем Класс 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 Пусть это будет Класс Го Поехали И делаем Смотрите Сколько здесь вопросов возникает Все это будете потом разбираться Сейчас наше дело Сейчас наше дело в этом видео Прийти совсем к другому Определяем первичные параметры При помощи метода Инет Чуть позже будете изучать Пусть у нас будет Сельф Который мы ставим Да Вроде есть соглашение Но зачем оно В принципе мало кто знает И получается Входа в классы нет Теперь мы определим Сначала правильно Берем параметр По Присваиваем Значение По Да Что мы сделали Вот здесь Что мы сделали Что-то сделали На это надо ответить Далее Я беру второй вариант Сельф Ма Присваиваю Значение Вообще Смотрите Вот этой функции Но сельф Она не в классе Беру Каких-то два параметра Дальше Что делаю Дальше беру Ма1 Просто от балды Переменную И без сельф Присваиваю Ей Также Значение Функции Но сельф Беру 1.1 Отлично Итак Вот тут Дима Дима Когда делал домашнее задание Зацепил Да Сейчас посмотрим Пространство имен Дима А код Где Вот покажи мне Эти пространства имен Все правильно Это то Что проходил Денис И к чему он шел Да Во что надо Объединять Чуть позже Поймете Надо Сначала Опять же Не буду сейчас Путать Поэтому давайте Пока смотреть Этот файл Хорошо Давайте попробуем Сделать следующее Создадим Экземпляр Класса Гопри Свои значения Гол И Кое что глянь Второй шаг Первый Второй Туториал Сельф Сельф Это вход Классе А первый Пункт Это вот Это Пока вы Просто Себя Помечаете Будем Классы Проходить Ссылка На атрибут Создание Экземпляра Две Операции Всего И теперь Потом Начинаете Себе думать Что Причем Здесь Сельф Обязательно Ответить На вопрос Видите Читается Уже Между строк Но к этому Надо прийти Хорошо Мы сейчас Не ставим Параметров Вообще Никаких Сюда Не вбиваем И запускаем Получаем Исключение Делаем Вывод Что Наша Задача Не зря Я вам сказал Видео По сельф Идти Через Исключение Вот Что плохо На будущее Да В этих файлах Которые вы сделали То есть Все хорошо Но я не показывал Но я Планировал Всегда планирую Это потом А где Варианты Исключений Ребят Всегда надо Идти через Исключение Просто берите Это За вооружение Нет Исключений Нет Понимания Хорошо Ставим Сейчас У нас В классе Получается Один параметр Который требует Передачи Одного Позиционного Аргумента Ставим Цифру 6 Черт с ним Без разницы Что Теперь вызываем Берем Класс Экземпляр Го И Вызываем 100 Возьмем Вот этот Вот параметр Перезапустим Итак 9 Ведь правильно Да 4 плюс 5 9 Посчитало Смотрите Я здесь Сельф Правильно Или нет Я не знаю Это вам Надо ответить Хорошо Я вызываю Теперь Вот смотрите Принт Гол Ма Переменную Переменную Ма Ма Один Смотрите Ведь правильно Посчитало Го Ма Один Один Плюс Один Два Посчитало В этой Функции Да Но Сельф Вызвал Функцию Здесь Сельф Нету Посчитало Правильно Теперь Убираю Отсюда Сельф Вызываю Го Обжиг Хас Но Атрибут Има То есть Нет Атрибута Ма Здесь То есть Код не работает Значит Все таки А это Первичные Параметры Класса Первоначальные Значит Уже Можно Сделать По крайней Мере Первый Вывод Принадлежность Классу Вот Как я Хочу Вас Видеть Программирование Давайте Сделаем Help Go Инициализация Save Тип Save Инициализация Да Пошла То есть Инициализировано Для следующих Классов Теперь Обратите Внимание Дальше Рассматриваем Дальше Рассматриваем Я хочу Вот у нас Класс Не Класс А Это Функция Да Функция Внешняя Функция Которой Присвоена Переменной Присвоена Функция Давайте Я попробую Вот это Пока Закомментирую Попробую Вызвать Ее То есть Понятно Что если Я просто Вызову Функцию Но Сельф Которая Находится Вне Класса То я Она Отработает Я ее Вызываю Но Сельф Сразу Здесь же Вкидываю Да Сейчас Я не ставлю Специально Ничего Хотя Мне Среда Подсказывает Да Среда Подсказывает Но я Специально Сейчас Не сделаю Ничего И получу Исключение Самое Частое Исключение То есть Отсутствует Два Обязательных Аргумента Которые Должны Быть Переданы Двум Обязательным Параметрам Позиционным И сразу Говорю Такое Исключение Оно Не должно Возникать Если возникло Должно Исправляться Сразу Да Хорошо Пусть будет 10 10 Здесь понятно Оно Отработает А теперь Я Это та же Функция Но теперь В классе Я ее Вызову Майя 1 Переменную Да Просто Пишу Переменную И пытаюсь Вызвать Уже Подчеркнуло Нейм Ма1 Исно Дефинет Не существует Попробуем Это сделать так Го Мэй 1 1 Плюс 1 2 Отработало Нормально Теперь смотрите Вот это Закомментирую И отработаю Смотрите 9 2 Это Раскомментирую И отработаю 2 2 Разные Результаты Без Экземпляра Без экземпляра М1 Получаю Исключение Да Не существует То есть Область видимости Смотрите Сколько вопросов И я хочу Чтоб вы так Разбирались Чтоб любую ситуацию Вы могли набрать И понять Почему Почему Это происходит И все это Начинается С цель А ведь Сергей Он уже Даже в этом Написал Все правильно Да Только не смог До конца Объяснить Вот берем Его код И ставим Там Нечто А это Что Это Что Смотрим СК Майн Китчен Так Наш класс Который Наследуется От Класса Китчен 1 Ну я Просто Единичку Добавил Чтобы Разные Классы Были Но Ваш Код Я не Менял Хорошо То есть Вот это Последняя Строка Давайте Я попробую Теперь Вот так Изменить Поставлю Скобки Теперь Нету Да Все Окей Ну что же Это было Вот я Хочу У вас Ответить На вопрос Здесь Тоже Вопрос По Сельф Kitchen Object Метод Да Вызывается Давайте Ка Так Сейчас Секунду Глюканул А Все Разглюк Разглючилось Сначала Запускаю Опять Оставляю Ваш Код Сергей Так Где Я тупанул Секунду Так Все Отработало Да Вот Вот же Очевидный Ответ Просто Пока Вы на него Не обратили Нимания А я бы Хотел Чтобы Вы Именно Про это Говорили А не То Что Это Соглашение То Что Слово Сельф Ребята Является Словом Соглашения Между Программистами А я бы Хотел Чтобы Вы Рассказывали А что Стоит За этим Словом Ведь За ним Что То Стоит И Это Есть Вход В Классы Вообще То Давайте Теперь Попробуем Убрать Отсюда Сельф Смотрите Мы Получаем Сразу Исключение Нужен Один Позиционный Аргумент А Ни Одного Не Передано Можем Поставить Любое Другое Слово Пока Но Вряд ли Сейчас Посмотрим Если Где-то У нас Оно Не Заменено Это Это Насчет Вашего Да Того То Что Вы Писали Слово Но 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 Ведь Когда Убираем Вот Это То Не Высвечивается Хотя Видите Метод Метод Китчен Китчен Обжиг То есть Указывается Конкретный Обжиг И Указывается Что Думайте Что Это Указывается Значит Сельф Еще Что-то Делает Это И Есть Вообще То Чем Надо Размышлять Это То Что Является Входом В Классы Поэтому Я бы Хотел Видеть Намного Больше Для чего Это Домашнее Задание Понятно Что Не для Того Чтобы Просто Было Его Повторить А Все Намного Сложнее Оно По сути Дело Оголяет Две Вещи Основные Первая Вещь Понятно Одно Пришел Человек Да Булсуновский Показал Просто Как Пример Что Есть Вот Такой Код Он Не Сложный Но Смотрите Какая Здесь Глубина И Всегда Будут Делать Ошибки Понятно Что При Уполнении Задания Будет Что Плохо Правильно Так И Должно Быть Ведь Нужен Какой То Старт Но Не Это Главное Главное Что Молодцы Ребят Добросовестно Поискали Что Такой Абстрактный Класс И В Принципе Но Вот Это Все Это Пустое Это Пустое Которое Не Дает Ничем Размыслять Для Чего Вот Почему Я Сейчас Хочу Чтоб Вы Создали Папочки И На Будущее Записали Когда Я Приду К Абстрактным Классам Моя Первая Задача Разобраться Разница Между Абстрактным Классом И Интерфейсом Это То Что Будет Иметь Реальное Значение Это То Что Будет Делать Код У вас Разным Совершенно Этот Момент Да То Есть Это Сложное Потом И Второе Не Может Быть Без Цель Входа В Классы Потому Что Мы Не Знаем Что Происходит Хотя Это Очевидно Поэтому Когда Мы Получаем Вот Такие Вот Вещи Мы Не Понимаем Что Это Такое Хотя Здесь Явно Говорится Что Что То Произошло И Кто Это Сделал Что Делает Дальше Сергей То Что Делал Дима То Что Делал Денис До Этого Но Задача Другая Потому Что Сереж Вы Могли Посмотреть Видео И Описывать Файл Виндов Нет Смысла Вот Вам Файл И Пишите Что Видите Не Переживайте Напишите На кол С минусом Сто Процентов Говорю Не Больше Учитывая Что Я знаю На Три С Минусом Создатели Языка На Четыре С Плюсом Вот Но У вас Должна Бы Стартовая Позиция В Чем Она Заключается В Простых Двух Вещах Я Читаю Файл Или Я Не Читаю Файл И У Вас Наконец То Появится Какая То Платформа Для Дальнейшего Движения Потому Что То Что Ребят Мы Пыжимся Делаем Нечто Там Проходим Ну Например Проходим Как В большинстве Курсов Да Типы Данных И Дальше И поехали 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 Это Пустое Здесь Нет Никакого Порядка Раньше Видео Я Говорил И Сейчас Дам Еще Одно Видео Которое Сереже Тоже Надо было Посмотреть Не Делаем Это Не Пишем Годами Это Диакол С Минусом Получил Дима Да Первую Но Сейчас Вот Уже Начал Делать Да Вот Настолько Он Задание Выполнил Сейчас Посмотрим Секунду Ладно Сейчас Не Буду Путать А Вот Это Видео Тоже Дам В описании Так Вот Ребят Делаем Пыжимся Книги Читаем Запомните Это Не Даст Ничего Вот Прошло Время Прошло Три Месяца Год Два Не Важно Сколько Времени Прошло Открываем Файл У вас Перед вами Файл Либо Вы Можете Его Читать Либо Не Можете Третьего Варианта Нет Вот Понимаете Если Мы Открываем Файл И не Можем Его Читать Значит Писать Мы Не Можем Ну Нельзя Не Читать А Взять И Писать Поэтому Сергей Вот Сейчас К вам Вопрос Старайтесь Как Можете Сейчас Задача Вам Нащупать Землю Сейчас Вот Пусть Она Зыбкая Болотистая Но Она Есть Да У вас Будет По крайней Мере Вся Шелуха Упадет Вы Поймете Ни Хрена Не Знаю Вот Отсюда И Пойдем Тогда Что-то Станет На Ноги Тогда Получится То Что Делает Сегодня Денис Который Работает С Этими С Итерациями И Тоже И Тоже И Тоже Вот Уже Намного Сложнее Да Хотя Вот Функциях Разобрался Все Поперло Да Бас Зашли В Итерации И Опять Как Первый Раз Это Всегда Так Будет Пока Пока Основные Вещи Не Изучатся К чему Я это Все Говорил Давайте Я посмотрю Кое Что Хотел Показать Да Дмитрий Я сказал Молочина Потому что Расстраивался Расстраивался Но Все Так Пошел Делать Сейчас В любом Случае Для того Чтобы Вам Не Искать Начало Я Его Вам Покажу Сразу Так Вот Начало Отсюда Если Мы Идем Идем Дальше Идем То С Девятого Урока Начинается Функция Параметра Аргументы И Пошли Дальше То есть Смотрите Денис И Сергей Либо Вы Смотрите На Файл И Понимаете Сразу Его Смысл Да А потом Только Уже Выделив Смысл Уже Смотрите Метод И так Далее Либо Вы Его Не Понимаете Да Другого Не дано Я Сейчас Не буду Рассказывать Сережа Потому что Я хочу Чтобы Вы Описали Просто Что Понимаете Как Понимаете Я Не говорю Никак Описывайте Пишите Что Видите Да Это Будет Просто Чем Точнее Вы Напишите Тем Точнее Определиться Почва Под ногами Да Что Где Вы Стоите Откуда Найти И В любом Случае Вы Опишите Хуже Лучше Идти Надо Отсюда Да От Параметра Потому что Это то Что Должно Считываться Моментально По Взгляду Я Об этом Много Говорил Дам Еще Одну Ссылку То есть Эту Ссылку Я Даю С Девятого Урока Это То Что Вы Сразу Начинаете Этим Заниматься Можно Ити По Путеводителям Можно Дальше Еще Даю Ссылку Это Уже Не Для Вас Ребята А Для Новых Ребят Вот Посмотрите Для Себя Видео Да Некоторые Просто Оказывается Сколько Вещей Есть Итак Теперь Делаем Вывод Зачем Мы Все Это Делали Смотрите На На Самом Деле На Самом Деле Это Все Еще Будет В Будущем Это Просто Я Показал Вы Поняли Что По сути Дела Код Можете Писать Но Нут Нутро Что Происходит И Чем Действительно Размышлять У вас Этого Нет Есть Общие Слова Вы Заметили Что Поняли Какую Вещь На Будущее Уже Что Сельф Надо Разобраться Перечислить По крайней Мере Три Четыре Конкретных Пункта Потому Что Эти Конкретные Вещи Вы Будете Четко Наблюдать Дальше В Исключениях Четко Видеть В Реальном Коде Да Вторую Подсказку Я дал С этого Видео Что Идите Через Исключения Мне Не Надо Ваш Код В котором Все Гладко Мне Надо Код Который Будет Ребить Исключениями Именно Из Исключения Вы Поймете Ах Да Вот Как Это Работает Вот Это Задание Сделали И Пока Забыли И То Что Надо Сейчас Делать Это Две Вещи Это Подводя Итог Описать Файл В данном Случа Сережа Я вам Дал Файл Если По Виндов Вы Можете Посмотреть У других Я уже Ага Я Напишу Учту Ошибки Потому Что Я говорил Видео Что По Файлу Да Ошибки Я вам Дал Другой Файл Он Кстати Немножко Посложнее Ну Пишите Что Понимаете Нам Надо Почва И В любом Случа Как Бо Вы Не Описали Файл Мы С вами Что Делаем Мы С вами Отрабатываем Параметры То То есть С нуля Нажимаем На ссылочку Ход Языки Функции Функции Python Потом Отрабатываем Функции Kotlin Потом Отрабатываем Функции JavaScript Потом Берем То Что Делал Денис Пишем Функции Go Функции На оси Когда Понимаем Что Можем Писать Функции На любых Языках Считывать Параметры На автомате Видим Это В файле После Этого Что-то Начнет Происходить Уже Начнет У вас В голове Меняться Картинка Итак Думаю Объяснил Понятно Все остальное Походу И Чем Закончу Да Кстати Сайт SPB Тире Тут Точка Ру Также Можно Работать С блокчейн И это Я рекомендую И то И то Делаю Чем Закончим Итак Сначала Вы Еще раз Повторю Себе Задайте Вопрос Сколько Я занимаюсь Языком Программирования И попробуйте Прочитать Файл Если Не читаете Значит Что-то Не то Делаете Первый Шаг Уже Понятен Работаем С параметрами Которые Мы должны Считывать Следующий Момент Который Хотелось бы Сейчас Все-таки Проговорить Изучение Языка Это Собрать Язык В голове Зависит От Подхода Мы говорили Если вы будете Просматривать Видео Которые Я пишу То Вы Это Убедитесь До практики На этом Я На ютюбе Про это Много Говорил Если Открыть Допустим Как стать Вот Денис Стал Программистом Вот эти Солярии Где Вот такой Твет Да То есть Здесь Все Можно Мы об этом Говорили Все Проще Паренные Репы Все То же Самое Как вы Идете В магазин Когда вы Идете В магазин Вы Под задачу Сходить В магазин Собираете Маршрут Куда Пойду В какой Магазин Что возьму Суд Сумку Сетку Авоську И так Далее Что Куплю Вообще Что Куплю Записать Списки Буду Помнить В голове Иными Словами У вас План То же Самое То же Самое И так Любое Действие В жизни То же Самое В языке Поэтому Вот так Вот изучать Язык Изучу Сначала Списки Словари Питон Это примерно То же Самое Слушай А я не пойду В магазин А пойду Ка я сейчас Маршрут Посмотрю Пошел Сходил Посмотрел Маршрут Ага На будущий раз Я пойду В магазин В этот А потом Пришел Домой Говорит Мне Надо Рыба А Есть ли Там Рыба Ладно Я схожу Посмотрю Есть ли Там Рыба Ребят Да так Язык Не изучите Язык Собирается Потому что Мы В жизни Вот так Действуем Когда Мы Хотим Попить Чая Это Предполагает Что Это Предполагает Несколько Действий То есть Функцию Действия Взять Чашку Нагреть Воды Нагреть На огне В чайнике И так далее Да Сами Уже Дальше Закончите Но Это Действие Мы Так Мыслим А Почему Вы В языке Делаете По Другому Изучаете Некие Списки Решаете Некие Примеры Потом Открываем Файл Бас А читать Не Можем А Как же Писать Будем Вот У меня Вопрос Если Мы Не Можем Читать Файл Вопрос Писать Будем 100% Нет И Последняя Мысль Вокруг Чего Крутилась Значится Те Кто Пришел Недавно И Соответственно И Денис И Сергей Что Идут Сначала Сначала Идут И Изучают Параметры Функции До Тех Пор Пока Они Не Начнут Считываться Автоматом В любом Файле Python Как только Начали Считываться Значит Можно Идти Дальше Уже Объединять Дальше Но Мы Об этом Говорить Сейчас Не Будем Все На этом Пока Все Так Писать Будем Точно Ведь Пишут Другие Ребята У Меня Все Пишут Только Трудно Все Надо Работать Ручками Ручками По Клавиатуре Само Ничего Не Сделается И Ничего Не Будете Делать Писать Не Будете Думать Надо Делать Кучу Ошибок Делать Да Последнее Скажу У вас Не Должны Быть Такие Файлы У вас Должно Быть Куча Исключений Через Которые Надо Доходить Потому Что Ранее Я Говорил Что Такое Изучение Функций Изучение Функций Это Три Вещи Параметры Вызов Функции И Исключения Связанные С Параметрами Ну Пока Все Пока Все Ну А Кому Совсем Сложно Новичкам Приходите В школу И Так Шаг За Шагом Все Получится Продолжение